Дорогие друзья, приехали в город, отдавали Свете на рисунок курс, но я вам показала, какой рисунок нарисовала. Сейчас пойдем на насходе денежку снять, чтобы в аптеку опять зайти, лекарства забрать. Так что вот такие вот дела. Что-то тут вся тропинка заросла. Сейчас бы вот эти вот кусты подстричь, да, Света? Все было бы хорошо. Что-то зарастили всю тропинку. Это у нас администрация здесь, с другой стороны, конечно. И вот потихоньку мы топаем. Одна пока никуда не езжу, так как себя нехорошо чувствую, беру с собой ребенка. Я понимаю, что на проезд деньги тратятся, но а что теперь поделаешь? Пока самочувствие не важно, буду брать с собой ребенка только. С собой. Так что вот так вот. Ладно? Идем в Сбербанк снимать деньги. У нас вот что плохо, у нас нет в нашем районе банкомата. Вот был бы банкомат, вообще было бы чудесно. Не надо было бы никуда ездить, снял. И все. И да, у ребенка она бы в аптеку одна бы съездила. Так, вы видите, приходится ехать самой. Ладно, идем в город. Приехали мы домой. Егорку уже отправили с курицей, с маслом. Домой сейчас покажу. И зашли мы, где взяли пакет мороженого. 15 штук, короче говоря. Взяли 5 шоколадных и 10 простых. Потому что некоторые просят шоколадные, кто какие, короче. И сейчас идем домой. Жарко очень на улице. Напишите-ка о вас погода. У нас вообще жара невыносимая просто. Просто ужас капитальный по полной программе. И тополь опять сильно полетел. Записалась я с маленькими и с Машей на понедельник на прием. Поедем в поликлинику. Справочки в садик возьмем. Пусть в садик уже идут. А я буду дальше делать ремонт. Должен прийти печник. Печку посмотреть. Сколько мне надо закупать кирпича. Да что еще, не знаю. Так и не пришел. Вчера мы его ждали. Надеемся, сегодня придет. Очень на это надеемся. Ладно, идем домой детей радовать мороженками. Очень, ребята, жарко. Я не знаю, видно меня или нет. Все еще пожарная стоит, а что-то пожарка. Ну, стоит, а что стоит, непонятно. Вроде нигде ничего не горит, а пожарка стоит. Что случилось, сами не знаю. Ну, Ваня там на улице. Сейчас обрадуем сразу, засниму реакцию детей на мороженое. Ну, надо сначала руки светые мыть. Они все, наверное, там на улице чумазые. Ладно, идем. Видите, вон там пожарная машина стоит. А там вроде нигде ничего не горит. А пожарка стоит. Вон ребятишки все на улице. Ребятки, а мы мороженое купили. А мы мороженое купили. А что, ветка опять от тополя упала, что ли, опять? Мама! 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 Да. Мама! Мы мороженое купили так руки все мыть. И тогда только мороженое. Какая разница, руки мыть. Маш, ну ты Ваню чуть не уронила. Это маленький купит. Чудо в перышках. А где у нас папа? А тут его нету. Картошку тяпают потихоньку. Ну вот, почти дотяпали. А где папа? Так, все, пришли мы домой. Извините, это просто шторка задела. Так, первое, что я покажу, что я купила. Двое наушников. Одни Свите, другие Маши. Так, взяла разные мороженое. Сейчас Света. Одно шоколадное, одно белое. Скажи, чтоб морозилку убрала. Морозилку на улицу быстро убирайте, а то сейчас растает. Так, дальше покажу, что я. Взяла растительное масло, взяла еще одну, и еще одну. Три бутылки растительного масла. Бутылку соевого соуса, вот такой за 139 рублей, где-то что-то добавлять. Потом майонез упаковочку взяла. У меня просто некоторые не едят домашний майонез. Пакетики у меня закончились. Для чего пакетики взяла? Да, потому что я купила. Сейчас я вам, наверное, покажу одну. Все показывать не буду. Короче говоря, 4 курицы. Получается, что у нас? Майонез. Белый, проби белый. Майонез за 189, что ли? Что-то я не поняла. Махеев. Масло подсолнечное по 86. Соус классический 139. Ну-ка, дай помню. Нифига себе. Майонез 189. Охренеть. Кошмар. Йогурт питьевой 32. Цыпленок бройлер за 130 рублей килограмм. У меня вышло на 1123 рубля курица. Фаворит молодежный, ЗОЖ, Швафли. Все. В целом, вот такие вот все покупки были. И сегодня пришли еще китайские. И сегодня еще пришли китайские посылки. Сейчас мы откроем, посмотрим, что там. Ножниц, как всегда, в нашем доме не найти. Так. Здесь пришла косынка. Я себе заказывала. Короче говоря, вот такая вот косынка идет. Хоть на шею, хоть на голову можно ее одевать. Она с резиночкой. На кухне, мне кажется, самое то будет. И второй пакет, мне кажется, там стержни пришли. Но вот ножницы, говорю, опять куда-то утащили. В нашем доме, чтобы ножницы всегда на месте лежало. Мне кажется, это нет. Никогда не будет такого. Да, стержни пришли. Черные. С двумя ластиками заказывала. Мы уже такие заказывали, только синие. В этот раз черные пришли. Ну, вот такие вот все покупки. Я ездила чисто по делам. Мы отдали Светин рисунок на конкурс. Вам я его показала уже какой. И вот мясо с курицей. Курицу, короче, взяла и масло. Это самые необходимые были покупки. Вот такие вот дела. Делаю, ребятка, косынку. Вот так вот очень удобно. На кухне у нас резиночка, видите, сзади. Как вам удобно, так и делайте. Напишите вам, как я. Мне кажется, классно. А можно как шарфиком носить вот так. Будет тоже очень классно. Так, дорогие друзья, сходили мы в овощной магазин. Что взяли? Взяли абаканские помидорки. У нас они по 134 рубля. И взяли пакет огурцов. У нас они по 65 рублей в овощном магазине были. Дальше взяли картошку. Пакет у нас, картошка по 40 рублей за килограмм. Также взяла на пробу немножко яблочек. Посмотреть, если сладкий будет, потом еще возьму. Они по 45, что-то дешево. Беда. И лук зеленый пол пакета. Потому что наш весь лук уже дети весь выщипали. Дальше что взяла? Зашла вот таких вот печеньев взяла с начинкой. По 165, по-моему, не помню точно. Хочешь, держи. Дальше потом взяла сало копченое. Катя, держи. Взяли колбаску. Хотим сделать окрошку. Вот такую экстра колбаску вареную. Катя, держи. И вот такую вот колбаску мясную. Последнюю забрали. И также взяла я еще томатную пасту. У нас ее и так пьют, и едят. Вот такие вот в целом покупки еще у нас были. Так, Света сейчас будет нарезать колбаску. А я хочу поубирать все овощи на улицу. И потом буду разрезать курицу. На тракционно. Да? Чайник поставили кипятить. У нас жара 30 градусов. Света в топике. Это в топик сразу. Чтобы не писали всякие ерунды. Ладно, мы сейчас все приготовим. И скорее всего, сейчас сделаем окрошку. Если что, вам все покажем. Если интересно, оставайтесь. Так, я сделала... Ой, я сделала, говорю. Все. Светик у нас сделала салатик. Нарезала вот так вот. Помидорки, огурчики, лук. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ребят, сходила в огород и собрала наши первые ягодские клубнички. Вот такая вот она у меня мелкая. Но в целом, вроде бы, должна быть сладкой. Дорогие друзья, у нас время ужинать. У нас на ужин курица запеченная с картошкой. В духовке запекала. А также салатик, помидорки с огурчиками. Укропчик, лучок. Все понемножку добавлено. Будет вкусно. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита.